Ну вот, помыл, немножко грязь автомобиля сбил, протер, кузовщиной не занимался, то, что как было, так и есть. Сейчас сядем, проедемся, посмотрим, как она на дороге себя ведет, как она управляется, как работает коробка, как держит скорость. Ну, в целом, проект, можно сказать, окончен. Сейчас еще выйду на свету, вокруг ее обойдусь, не под навесом. И на этом будем заканчивать с этим проектом и искать новое что-нибудь. Ну что, сядем, прокатимся. Пробег на автомобиле 259-619. Я после того, как бак заправил, проехал 63 километра. За это пробег-то небольшой, но за это время уровень масла не снизился. Насколько он будет расход, уже поинтересуюсь у нового хозяина. Когда брал этот автомобиль, было желание разыграть его среди подписчиков, после того, как переберу. Но, к сожалению, финансовые возможности сейчас пока не позволяют делать такие шаги. Но я думаю, что у нас все впереди, и мы будем разыгрывать автомобили. А так, коробка отрабатывает, кондиционер работает. Сейчас на улице 36 градусов. С закрытыми окнами ехать приятно. Дороги все поразбили. Музыки в автомобиле нет. Выдернуто. Что-нибудь придумаем, да поставим, чтобы было. Ну и хорошо слышно, вот как ведет себя коробка, как ведет себя двигатель. Все работает нормально. Сейчас выйду на трассу, по трассе прокачусь. Тормоза и передние, задние, дисковые оттормаживается автомобиль нормально. Коробка четырехступенчатая. Особо на ней не погоняешь, потому что где-то на 140 километрах получается около 3000 оборотов. По затратам на автомобиль ушло вместе с покупкой, с ремонтом коробки. Но очень дорогая коробка вышла. Многим это будет уроком. Как уроком? Не уроком, а опытом. Что если есть возможность купить контрактный живой агрегат, лучше купить контрактный. Стоимость данной коробки вышла 57 тысяч рублей. Это ремонт коробки. Хотя можно было контрактную купить за 27. Но было интересно понять, как это будет происходить. И, честно говоря, когда увез мастеру на дефектовку коробку, сумма была вначале озвучена совсем другая. Но по факту вышло, как вышло. К сожалению, никакого нет. Поэтому общая сумма затрат на автомобиль вышла 227 тысяч рублей. Многое можно было не менять. Что-то подчинить, что-то подклеить, что-то подобрать. Но я сделал именно так. Все, что я менял, все, что я делал, это видно на видео. А так, едет автомобиль, переключается, работает. Двигатель тоже справляется. Даже учитывая, что он 1.6 с кондиционером. Вот кондиционер включен. Он едет нормально. В потоке держится. Вот сейчас получается у нас 90 км в час. 2000 оборотов. Спидометр тоже я починил. Датчик уровня топлива тоже починил. Расход. Пока я не понял расход за такой небольшой промежуток по пробегу. Непонятно, что он расходует. Ну, а в целом, все равно это не новый автомобиль. Да, перебраны, да, много чего установлено нового. Но автомобиль именно тех годов. Хотя для себя вот так вот собрать можно. Взять, восстановить своими силами. По времени тоже можно было бы ускориться. Но у меня спешки не было. Делал именно так, как делал. Вот сейчас получается... Вот здесь камера. 100 км в час. 110. Педаль в полик не давлю. 120. Ну вот, около 140 км в час будет 3000 оборотов. Хотя есть уже другие коробки, у которых передаточное число другое. И они по-другому едут. Ну, а так вот. Автомобиль едет. Автомобиль ожил, автомобиль живет, автомобиль движется. Чего я и хотел сделать. Сейчас буду искать новый какой-нибудь подходящий вариант. Кузовщиной я не занимаюсь, поэтому битые автомобили я вряд ли буду рассматривать. А вот именно такой по механической части что-нибудь сделать. Даже с кондиционером мне нравится двигатель. Довольно-таки отзывчивый. И, конечно, ни гонка не болит. Не гонит, не стреляет. Но ехать едет. Сейчас я где-нибудь подъеду, остановлюсь, место выберу. Войду вокруг автомобиля, покажу салон под капотом, багажник. И на этом будем прощаться с автомобилем. На улице ветерок. Вот так вот внешне теперь выглядит автомобиль. Капот я открыл, багажник открыл. Сейчас показать. Кондиционер работает, поэтому так шумновато. все исправно, все движется. И под капотом вот так вот все, как смог, почистил. Стекло заменил водительское. И по салону я уже показывал. Багажник тоже немного помыл, почистил, подравил, но идеально, конечно, я его не отмыл. Лежат ветровики. Заказал ветровики. Прислали, к сожалению, не те на следующий кузов. Хотел немножко красоты добавить, но не получилось. Вот так вот выглядит теперь автомобиль. Официально могу сказать, проект окончен. Ищу новый автомобиль. А что там уже будет, я думаю, мы все увидим. На этом все. С этим автомобилем мы прощаемся. Отдаю его товарищу, захотел забрать. И до новых встреч. Всего вам доброго. Продолжение следует...